Обсудили экономическое развитие и изменения в закон о занятости населения, о чем еще говорили на заседании трехсторонней комиссии. Какую работу проводят в Росреестре по выявлению обладателя объектов недвижимости и что изменилось в предоставлении сведений, об этом и не только рассказали журналистам. Награды в свой день рождения вручили всем, кто вносит вклад в развитие туризма. 10 лет исполнилось Министерство туризма курортов в Карачаево-Черкесии. Он умел писать просто о сложном и создал множество необыкновенных произведений. Вечер столетия Расула Гамзатова прошел в библиотеке. Здравствуйте, в эфире телеканал «Россия-24» Карачаево-Черкесия. Сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Семрезов принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию в России в режиме ВКС под председательством вице-премьера России Марата Хуснулина. В мероприятии также приняли участие председатель правительства Мурат Аргунов, вице-премьер Мурат Суничев, министр строительства и ЖКХ Ренат Семенов. Участники заседания рассмотрели вопрос о ходе реализации инфраструктурных проектов, реализуемых за счет бюджетных кредитов. Марат Хуснулин обозначил вопросы, которые необходимо решить до конца года в отрасли строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства. Он акцентировал внимание на поручениях президента России не сбавлять темпы по жилищному строительству, динамично модернизировать коммунальное хозяйство, улучшать дорожную инфраструктуру. В Карачаево-Черкесии все данные работы ведутся по графику. Рисков по срывам нет. А накануне глава Республики Рашид Семрезов провел рабочую встречу с начальником пограничного управления ФСБ России по Карачаево-Черкесии Андреем Самороковым. Обсудили вопросы взаимодействия в реализации задач, поставленных президентом России по охране государственной границы и обеспечению реализации пограничного режима в регионе. Проговорили форматы поддержки родственников военнослужащих на участках, примыкающих к районам. Проведение специальной военной операции, механизм взаимодействия социальных служб с семьями военнослужащих в решении различных вопросов уже налажен. Также обсудили сотрудничество о работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи. В Черкесии под председательством заместителя председателя правительства Карачаево-Черкесии Ирины Гербековой прошло заседание Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Участники встречи обсудили вопросы, касающиеся социально-экономического развития Карачаево-Черкесии, а также внесения изменений в закон о занятости населения России. Перед началом обсуждения состоялась торжественная церемония вручения наград. Орден за выдающееся достижение получил заместитель председателя правительства Республики Дженебек Суюнов. Это самая престижная общественная награда от российского экономического сообщества, отмечали выступающие. Исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики и транспорта в Карачаево-Черкесии Мурат Гапов подробно рассказал о социально-экономическом развитии региона и о планах по развитию промышленности. Как вы все знаете, Рашид Борисбеевич Тимрезов объявил этот год годом развития промышленности. В этом связи в регионе запланирован ряд мероприятий, направленных на развитие промышленного комплекса Республики. Такие как разработка, в первую очередь, региональной стратегии развития промышленности Карачаево-Черкесской Республики. Этот документ будет разработан сроком на 5 лет. Этот план развития промышленного комплекса у нас в регионе. Создание на территории Карачаево-Черкесской Республики запланирован индустриальный промышленный парк. Мы уже видим заинтересованность от различных субъектов, от предпринимателей, бизнес-сообщества. По этому вопросу ведется работа. Также организация региона в крупных российских и международных конгрессно-выставочных мероприятиях и проведение конгрессно-выставочных и ярмарочных мероприятий на территории Республики. В сентябре это Карачаево-Черкесск продукт. В декабре форум «Легкая промышленность. Курс на экспорт». И также участие промышленных предприятий в работе Кавказской инвестиционной выставки, которая в первый раз будет проходить в мае этого года в Минводах, Минвод-экспо. Бывают случаи, когда собственники ранее учтенных объектов недвижимости по каким-то причинам не оформляют права на них. В управлении Росреестра по Карачаево-Черкесии журналистам привели статистику и рассказали о порядке документального подтверждения владения имуществом. В нюансах разбирался Артур Мыхце. Известно, что с 1 марта текущего года в России изменился порядок предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости. Теперь получить эти данные невозможно без согласия самого человека. С одной стороны, дополнительная защита персональной информации. С другой, создание некоторых трудностей для организации работы ряда ведомств. В частности, региональное управление Росреестра для систематизации данных о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости проводит совместно с муниципалитетами огромный объем работы. Это и обращение в архивы, и поиск самих граждан, у которых на руках должен быть определенный перечень документов. Будьте более сознательными, излишней волокиты, возможно, было бы куда меньше. Эти права, к сожалению, до нас еще не дошли. То есть люди зарегистрировали свои права, у них есть документы, старое свидетельство, регистрационное удостоверение, но эти документы, эти сведения к нам не поступили. То есть люди к нам не пришли. С учетом того, что этих сведений у нас нет, мы сейчас проводим работу по выявлению правообладателя вот этих объектов недвижимости. Представители ведомства рассказали журналистам о порядке регистрации договоров долевого участия и предоставлении необходимых сведений для единого государственного реестра недвижимости. Кроме того, репортерам сообщили о ряде других, не менее важных деталей, которые должны знать граждане. В частности, об использовании экскроу-счетов и установлении публичного сервитута. После заключения договора долевого участия, регистрации его в Едином государственном реестре недвижимости, дольщик открывает специальный счет, на котором блокируются его денежные средства до окончания строительства. И СКРУ-агент, то есть банк, после окончания строительства, перечисляет эти деньги застройщику. Что это даёт дольщику? В первую очередь, защиту его финансов от неприятных сюрпризов. Он либо получит готовое жильё, либо вернёт назад деньги, даже в том случае, если застройщик окажется не способен выполнить обязательства. Другое дело, что эскроу-счёт относительно новый для России продукт, и пока далеко не все банки с ним работают. Кроме того, строительная компания не может использовать средства дольщика на текущие нужды, а значит, вынуждена брать кредиты под проценты, что в конечном итоге непременно скажется на цене жилья. Впрочем, как говорят эксперты, в нашей республике проблем в этом направлении пока нет. Артур Махцера, Солбердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. Исполнилось 10 лет с момента создания Министерства туризма и курортов Карачаева-Черкесии. Наш регион обладает большим потенциалом для развития туризма, уникальности и разнообразия ландшафтов. Обеспечивают все его типы – оздоровительный, познавательный и спортивный. Перспективными являются активные виды туризма и причем круглый год – лыжный, конный, водный, пеший, а также альпинизм. Накануне в Доме правительства награды получили те, кто вносит большой вклад в привлечение тысяч туристов в известные курорты и обеспечивает им комфорт и безопасность. Торжественное мероприятие. Али Баташев. Спасатели, директора гостиниц и туристических комплексов, экскурсоводы, работники музеев и сферы обслуживания, авторы книг, представители министерств и ведомств, правоохранительных органов, общественных организаций и многие другие. Каждый приглашаемый для вручения награды внес свой вклад в развитие туристической отрасли республики. Среди наград – почетные грамоты Президиума Народного Собрания Карачаева-Черкесии, а также ведомственные грамоты и благодарственные письма. Я желаю всем присутствующим, конечно же, здоровья, удачи, особенно для сферы туризма. Это я вот желаю высокого сезона, да, и чтобы у вас хватило здоровья, выдержать этот сезон и предоставить услуги, которые требуют наши отдыхающие. За популяризацию туризма и индустрии гостеприимства Оперативное информационное освещение туристической отрасли Карачаева-Черкесии благодарственное письмо получила и наша телерадиокомпания в лице директора Светланы Казиевой. Туризм является приоритетным направлением социально-экономического развития региона нашего. Ну, мы с вами видим результаты, какие туризм развивается активно, турпоток растет, увеличится доля валово-оригионального продукта, налоги, создаются рабочие места, что самое главное на сегодняшний день. Цифры говорят сами за себя. Только за прошлый год Архы стал лидером по туристическому потоку среди курортов СКФО. В этом году курорт отметил знаменательное событие. Общее количество посетителей с момента его открытия достигло трех миллионов человек. На курорте Домбай в 2023 году планируют построить и реконструировать сети горнолыжных трасс, общей протяженностью 17 километров. Их планируют открыть уже к 2024 году. Кроме того, планируется строительство скоростной канатной дороги гондольного типа, апарт-отеля на 96 номеров и кафе-купол на 250 посадочных мест. Завершить работы планируют до конца 2024 года. Министерство открыто для сотрудничества со всеми, кто заинтересован в развитии туризма и повышении качества оказываемых услуг. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. В Государственной национальной библиотеке вне Халимат Байрамуковой представителям творческой интеллигенции предоставилась возможность принять участие в литературно-музыкальном вечере, посвященном столетнему юбилею со дня рождения уникального человека, поэта Расула Гамзатова. На мероприятие побывала и Альбина Ламкова. История написания строк в бессмертной песне «Журавли» уникальна, как, впрочем, и всё творчество поэта Расула Гамзатова. Каждое слово находит отклик в сердце. В этот вечер музыкальная композиция прозвучала не раз, причём на всех языках нашей республики. «Не фини его, фини дорогу, и коня не торопись менять». Необыкновенно проникновенная поэзия и музыкальные номера на стихи дагестанского поэта Расула Гамзатова, слова которых знают все поклонники и ценители его творчества, стали лишь малой частью насыщенной программы о нём. Он воспевал героев своего времени, возвращал из небытия, доказывая, что можно жить и в этом мире так, чтобы не было стыдно за свои дела и поступки. Своим жизненным примером показал всем, как много может достичь один человек, орудие которого – поэтическое слово. На вечере делились личными воспоминаниями о нём. Он сказал так, знаете, мой отец, поэт Гамзатца Даса, он протоптал свою тропинку у нас в горах, в нашем ауле. И собирал, всегда шёл по этой тропинке и собирал цветы. Он собирал их в один букет. Я решил пройтись по этой тропинке. И когда я пошёл по этой тропинке отца, меня остановил мудрый старик и сказал мне, это тропинка твоего отца. Ты протоптай свою тропинку, собирай свои цветы и делай свой букет. Узнав, что мы первокурсец, он нам вот это посоветовал. И она всё же это запомнила. «Дагестан прошёл по моей судьбе», – говорит Зарима Карданова. Там она училась в Государственном университете. За эти годы неоднократно видела Расула Гамзатова. «Аксакал Кавказа», – говорит о нём Зарима Нурбиевна, вспоминая его как уникального человека. Того, который через свою перо и свои стихи показал всему миру не только свой маленький народ, но и весь Дагестан и Кавказ. Именно в эти рисулики ценят его книгу «Мой Дагестан». Мы в тот раз привезли, и очень много книг здесь раздали, подарили. На этот раз мы дали заказ и печать. Так что эти книги тоже мы привезём и подарим библиотеку. Литературно-музыкальный вечер непременно запомнится всем его участникам, оставив в памяти приятные впечатления о творчестве уникальной личности. Современникам и потомкам нужны ещё долгие годы, чтобы осмыслить и оценить это бесценное наследие. Ещё одним из воспоминаний этого вечера станет дерево. Его посадили на территории национальной библиотеки имени Халимат Байрамуковой. Привезли дерево из Дагестана. Родины классика Расула Гамзатова. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков. Вести Корчаева, Черкесия. В Черкесске на базе компьютерной академии прошёл день IT-профориентации. Для школьников партийный проект «Цифровая Россия» должен помочь подрастающему поколению ещё за школьной скамьёй узнать как можно больше о сфере высоких технологий, о перспективных направлениях, на которые стоит обратить внимание. Для молодых людей были организованы практический урок и турнир по кибербезопасности. В 2022 году в Совете Федерации, когда обсуждали развитие цифрового направления, Андрей Анатольевич Турчак отметил большую кадровую проблему в IT-сфере. Более миллиона человек в нашей стране, такова потребность в IT-специалистах. Поэтому партия взята новое направление и создан новый партийный проект. Называется он «Цифровая Россия». В рамках проекта «Цифровая Россия» мы проводим день IT-профориентации для школьников старших классов. День, который покажет им перспективы IT-направления, сферы IT-профессий. Мы проведём и презентацию, где всё это покажем и расскажем. А также у детей будет практический урок и турнир по кибербезопасности. Информационная часть выпуска завершена. А далее смотрите специальный репортаж Али Баташева с расширенного совещания с участием специалистов Главного бюро медико-социальной экспертизы, Министерств медицинских и социальных учреждений и общественных организаций. Сын Елены Уртеновой имеет статус «ребёнок-инвалид». И на протяжении многих лет мальчик проходил реабилитацию в известных российских центрах. Теперь ему исполнилось 18. Из детской возрастной группы он перешёл во взрослую. И перед мамой встал вопрос – что же будет дальше? Я услышала ответ и я очень рада, что всё-таки всё равно они нас будут направлять в федеральные учреждения, то есть финансировать детей таких. Я очень рада. Сказали, что у нас тоже открывают центр с оборудованием для таких детей. И мы будем рады посещать. Проблемы детской инвалидности актуальны в любом обществе. Ведь в перспективе – это здоровье взрослого населения. Это наше будущее. Впервые в стране статус «ребёнок-инвалид» был введён в 1979 году. И это стало новым подходом к проблемам детей-инвалидов. С 1989 года начали выделять отдельное детское бюро для свидетельствования детей и подростков до 18 лет. Экспертиза детям проводится в зависимости от возрастных норм развития. То есть анализируются показатели физического, психического, речевого развития в зависимости от возраста. Какие отклонения от нормы и насколько они выражены. Зависит от степени нуждаемости во взрослом. То есть степень зависимости от взрослого человека. Зависит от того, может ли ребёнок уже в каком возрасте осуществлять какой-то самоконтроль за отечением заболевания. То есть, допустим, те же дети с сахарным диабетом. Могут ли они контролировать уровень сахара и так далее. На самом деле, за последние годы произошли существенные изменения в нормативно-правовых документах и вообще в работе учреждения МСЭ. И эти изменения в лучшую сторону. С 2022 года расширен список заболеваний, по которым можно установить категорию «ребёнок-инвалид» сроком до 18 лет при первичном обращении. Говоря о росте числа детей с ограниченными возможностями здоровья, заместитель министра здравоохранения Карачаева Черкесской республики Тамара Усмановна Кипкеева отметила, что наблюдается увеличение числа преждевременных родов, рост числа недоношенных детей. И среди недоношенных увеличилась доля детей с врождёнными пороками развития. Всё это приводит к двум негативным последствиям. Это рост младенческой смертности, то есть рост смертности детей от нуля до года, где основной причиной порядка 65% у нас за последние годы явились врождённые пороки развития, несовместимые с жизнью. Среди отказавшихся матерей есть религиозное направление женщины. Просто. Но прежде чем решиться на такой шаг, и вообще при выявлении каждого порока развития, уже многие годы у нас активно функционирует комиссия по разбору этих случаев, где приглашается сама будущая мамочка, ей обстоятельно рассказывают все патологии, которые выявляются, и дальше без желания этой матери мы безусловно ничего не можем делать. Поэтому у нас и рост. А поскольку недоношенные дети рождаются с незрелостью нервной системы, эндокринной системы, сердечно-сосудистой системы, поэтому у нас и выросла частота, с которой у нас встречаются пороки сердца, незрелость неврологической системы, что проявляется неврологической симптоматикой, которая занимает одной из передовых позиций при направлении на МСЭ, и безусловно это психическое развитие ребенка. В работе совещания принял участие Игорь Валентинович Дральщиков, главный федеральный инспектор Покрачаево-Черкесской республики. Он отметил, что цифра снижения младенческой смертности в регионе практически не отличается от прошлогодней. У нас было 23, соответственно, в этом году 22, вернее, в прошлом году 22. Вы отразили в своем докладе вопрос, касающийся причин смертности детской. Но я бы хотел все-таки увидеть пути разрешения этой проблематики. Какие меры нужно принимать врачам, соответственно, тем, кто занимается с категорией детей. Какие меры по снижению детской смертности вы видите? В 22-м году целевой показатель Покрачаево-Черкесской республики был 5,2 на тысячу рожденных живыми. По итогам 22-го года у нас этот показатель достиг 5,0. То есть даже лучше, чем целевой показатель. Но при этом у нас есть пути совершенствования оказания медицинской помощи новорожденным и пути снижения младенческой смертности. Первое, что мы предусматриваем, это внедрение новых форм оказания медицинской помощи новорожденным, родившимся с низкой массой тела. Поскольку в структуре младенческой смертности среди преждевременных случаев у нас дети, родившиеся с низкой и экстремально низкой массой тела, занимают ведущее место. Это дети, родившиеся, для пояснения для окружающих, с экстремально низкой массой тела. Это от 500 грамм до 1000 грамм. Раньше они не включались в младенческую смертность. Даже с включением этой категории мы достигаем целевых показателей. Это лечебная гипотермия. Уже мы внедрили. Перинатальный центр работает с этой гипотермией. У нас есть очень неплохие показатели, где мы, детей, родившихся в асфекте, особенно недоношенных, да и доношенных, в течение суток держим в условиях искусственной лечебной гипотермии. Эффект замечательный. Второе – это улучшение пренатальной диагностики, врожденных пороков развития. И очень активная работа кабинетов и центров медико-социальной поддержки беременных, находящихся в трудной жизненной ситуации. А это является трудной жизненной ситуацией, когда мамочка не знает, как решить эту проблему. И сейчас укомплектовываем социальными работами и работниками, и особенно психологами эти кабинеты. И готовится сейчас приказ о маршрутизации, о централизации проведения второго скринингового исследования беременных в условиях перинатального центра, где есть уже подготовленные специалисты, которые чаще всего смотрят беременных и лучше видят эту патологию. С 2023 года уже по всей Российской Федерации, в том числе и по Карачаево-Черкесской Республике, мы начали работать в рамках программы «Расширенный неонатальный скрининг». Если раньше мы по неонатальному скринингу работали по пяти нозологиям и выявляли их, то сейчас обследование детей рожденных, только что рожденных, на вторые сутки берется кровь из пяточки, на 36 наследственных заболеваний. И в этих наследственных заболеваниях, я более чем уверена, сидят наши строчки, где мы пишем психические отклонения, где часто вот эти заболевания врожденные и сопровождаются психическими отклонениями у детей. В Республиканской многопрофильной детской больнице с 2022 года на базе психоневрологического отделения функционирует круглосуточный стационар на 15 реабилитационных коек. Здесь дети от нуля до 18 лет с опорно-двигательными нарушениями проходят нейрореабилитацию. Сама реабилитация предполагает комплексный подход. Это пациент-ориентированный подход, это функциональный подход, когда есть фокус на заболевание, когда есть фокус на нарушение деятельности, функционирование, когда есть фокус на проблему и на жизнь. Эту вот такую многофункциональную, большую, комплексную задачу, медико-социальную, решает мультидисциплинарная реабилитационная команда. Состав этой команды очень четко и грамотно прописан в нашем основном законе по медреабилитации. Кадровый состав ее достаточно большой. Это заводделениям, это специалисты, это лечащий врач, это врач лечебной физкультуры, это физиотерапевт, это медсестры по массажу, это инструктора, кинезиотерапия, это медицинские сестры по медреабилитации, которые прошли обучение. И в каждой такой команде, конечно, есть свои якорные, такие опорные точки, так называемые реперные еще точки их называют, которые помогают выбрать стратегию по реабилитации. У нас в течение полугода получили реабилитационное лечение 95 детей. Это различный профиль, это и перинатальная патология, и дети с ДЦП, и метаническим синдромом. Отсутствие каких-либо жалоб от получателей услуги по проведению медико-социальной экспертизы одно из приоритетных направлений в работе МСЭ, особенно в части медицинских обследований, которые должны проводиться в соответствии с приказом Минздрава и Минтруда Российской Федерации. Некачественное оформление направлений порождает жалобы, обращения граждан в различные инстанции. Всего за 2022 год было рассмотрено 28 обращений граждан Карачаева Черкесии, более 50% из них на имя президента Российской Федерации. Каждое обращение в обязательном порядке регистрируется, рассматривается руководителем, главным экспертом учреждения Зурида Мухаммедовна Ардуновой. Обращения рассматриваются всесторонне, объективно, своевременно. В каждом случае гражданин приглашается на личный прием к руководителю, главному эксперту, в соответствии с графиком личного приема, размещенного на стенде учреждения, а также на официальном сайте учреждения. И принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан, а также оказывается содействие в оформлении направления на медико-социальную экспертизу. Гражданин Волин обратится к кому угодно, начиная с президента. У нас есть такая возможность. И заканчивая, будем говорить так, тому человеку, который решит его проблему. И вот с самого последнего надо начинать. Проблема должна быть решена. Так или нет? Это самое главное, что нужно человеку. Если она не может быть решена, надо объяснить причину. Почему она не может быть решена? Чтобы человек дальше уже не имел смысла обращаться. Он может обратиться, но проблема-то не будет решена. Вот в этом самое главное. А то, что обращения рассматриваются в установленные сроки, быстро, качественно, я могу отметить, что да, у нас в республике эта работа ведется очень хорошо. Мы не только по республике, а занимаем еще передовые места по рассмотрению и реализации обращений граждан в Российской Федерации. Есть такая система, система ССТУ, которая позволяет обращаться к гражданину с Дальнего Востока, невзирая на время суток, и в режиме телефонной записи, и в режиме видеозаписи, и в режиме другом, в любую структуру, которая находится у нас на территории республики. И не только у нас, а по всей Российской Федерации. И обращения, соответственно, реализуются, установленные законом сроки. Это трактует и соответствующий закон Российской Федерации, и поручение президента. Поэтому могу только сказать спасибо всем, кто рассматривает эти обращения, установленные сроки, и решает их, эти проблемы. В ходе совещания были рассмотрены и проблемы инвалидов по зрению, которые на сегодняшний день остро нуждаются во внимании и социальной поддержке. Была отмечена активная и плодотворная работа Общественного Совета, в состав которого входят и общественные эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта. В эти годы к нам попадало немало жалоб от инвалидов, и мы совместно с МСЭК их отрабатывали. Главная цель – это чтобы не для того, чтобы эти жалобы были закрыты галочками, а для того, чтобы проблема действительно решилась. И уже на уровне этих проблем возникают первопричины, которые надо решить вот на таких заседаниях. И другие актуальные вопросы обсуждались в ходе совещания. Главное, чтобы сделанные выводы и принятые решения не оставались на бумаге.